Были случаи, я ехал из Минска, и студенты, девочки, выходили в Барановичах, и она пошла в туалет. Представляете, и он в это же время ухватил сумку и сошел. Девочка приходит садиться, сумки нет. И таких ситуаций немало. Инспекторы Брестского отдела внутренних дел на транспорте отмечают буквально каждый день. К ним обращаются с просьбой вернуть потерянное или украденное в поездах. Это сумки, телефоны, важные документы. Обращаются к нам хорошо. Если это прошел небольшой промежуток времени, тогда, в принципе, более вероятно, что мы установим. Если это длительный период времени, соответственно, возникают сложности. С наступлением летнего периода, пары отпусков и дачного сезона людей на железной дороге становится больше. Суточный пассажиропоток станции Брест-Центральный сегодня более 7,5 тысяч. Час пик для транспортной милиции – раннее утро и поздний вечер. Время, когда люди добираются в пункт назначения и возвращаются обратно. В зоне особого внимания транспортной милиции патрулирование электричек. Это наиболее бюджетный вариант, который предлагает железная дорога. Поэтому и пользуются большим спросом. Причем не только среди пассажиров, но и среди правонарушителей. В текущий период времени у нас совершались преступления. Это кражи в основном в ночное время в поездах. И это три факта было в поезде Минск-Брест, который пребывает утром только в Брест. И основная причина кражи – это были телефоны, личные вещи, которые были оставлены без присмотра. Конечно, присутствие блюстителей порядка в поездах и заставляет пассажиров вести себя более обязательно. А также позволяет чувствовать себя более безопасно. Но важно осознавать – самая лучшая профилактика – это личная ответственность за себя и свои вещи. Но все же, как поступить и куда обращаться, если обнаружили пропажу? Если это происходит в подвижном составе, допустим, забыли что-то, соответственно, сразу обращаемся к поездной бригаде. Либо это разъездной билетный кассир, либо это помощник машиниста, которые связываются с дежурной по ближайшей станции, а оттуда уже идет вызов наряда милиции на ближайшую станцию. Если сами обнаружили какие-то забытые вещи, соответственно, мы их передаем работникам транспорта. Опять же, если это подвижной состав, разъездной кассир билетный, либо помощник машиниста. Если это какая-то станция, то дежурная по станции, либо вокзалу передаем эти вещи. Есть специальные документы, в которые вносятся эти вещи, и сдаются соответственное хранение. Потом, соответственно, можно это все забрать. Виктория Нечаева, Павел Малошон и Кантон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.